Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Друзья, сегодня будем печь двух видов ватрушки. Очень тесто хорошее. Посмотрите, какое тесто. Одни ватрушки а-ля хачапури такие будут открытые с сыром и творогом. Очень вкусные. И сладкая ватрушка. И тут плюшки ещё у меня. Давайте готовить. Готовим дрожжевое тесто. Муку просеиваем. Добавляем сюда чайную ложку разрыхлителя. Две чайных ложки с горкой сухих дрожжей. Столовую ложку сахара. Чайную ложку соли. Дальше добавим сюда яйцо комнатной температуры. Три столовых ложки сметаны. И тёплое молоко с тёплой водой. У меня 200 миллилитров молока и 150 миллилитров воды. Вот здесь смешано. Всё. Будем замешивать мягкое тесто. Сначала чуть-чуть ложкой. Дальше рукой буду замешивать. Немножко замесила. Ещё 4 столовых ложки добавила растительного масла. Ещё вымешиваем. Видите? Так вот. Вмешиваем. Хорошенечко. Дрожжевое тесто. Чем дольше вымешивайте, тем лучше оно будет. Тесто наше готово. Я ещё добавляла растительного масла. Умешивала минут 15 его. Все подробные рецепты я оставлю в описании под видео. Вот такое мягенькое получается тесто. Сейчас накрою я его пакетом, полотенцем. И уберу в тёплое место на час. Пока тесто наше отдыхает, поднимается, будем готовить начинку. Две начинки у нас будут первые. Вот у меня здесь 200 грамм 9% творога, 200 грамм сыр. Сыр обычный, российский, средней твёрдости. Одно яйцо и щепотка соли. Сейчас я всё это хорошенечко перемешаю. Вторая начинка у нас готова. Пусть стоит, ждёт. И вторая начинка. 300 грамм творога. 15 грамм ванильного сахара. Вот он у меня с натуральной ванилью. Столовая ложка сахарного песка. И цедра лимона. Где-то у меня пол чайной ложечки цедры здесь. Цедра половинки лимона. Сейчас тоже всё перемешиваем. Просто ложкой всё хорошо перетёрла. Творог с сахаром. Такой аромат. Очень вкусный стоит. Всё, вторая начинка тоже готова. Вот нож теста. Я уже делала обминку. Через 50 минут посмотрела. Здесь вот была уже тоже целая посуда. Уже выходило оно. Поэтому я его обняла. Поставила ещё на 30 минут. Всё, сейчас будем работать. Тесто замечательное получилось. Вот я его выложила. Сейчас будем делать ватрушки. Вот, друзья, сделала я шарики. Один такой, видите, побольше. Это для сладкой ватрушки. Она получится у меня одна. А эти вот для ватрушек с сыром. Сейчас накрою я пакетом. Ещё на 10 минут оставлю их. Посмотрите, какое тесто. Оно не требует ни муки дополнительной, ни раскатки. Я его просто сразу вот на противень, на пергамент, руками размяла. Вон оно всё мягкое, пузырится. Обалденное тесто. Сейчас будем начинку выкладывать. Вот так вот я начинку распределяю. Сейчас будем делать ватрушку. Всё очень просто. Берём края. И вот так наверх поднимаем. И чуть-чуть прищипываем. Раз, 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 раз. Всё. И потом ещё разочек я прохожусь. Вот так вот. Закрываем. Всё. Ватрушка наша готова. Сейчас ещё одну защипнём. И останется смазать нам желтком или яйцом тесто. И можно будет ставить. Духовку разогреваем уже до 180 градусов. Смазала я яйцом, но поскольку яйца покупные не деревенские и незаметно. Всё. Сейчас будем ставить. Смотрите, по своей духовке у меня минут 15 выпекается. Вот готовы. 20 минут они у меня выпекались. Сейчас накрою полотенчиком. Пусть отпыхнут. Ну вот, по тому же принципу сделали сладкую ватрушку. И у меня остался один шарик. Я ещё сделала 5 плюшек. Всё, друзья. Сладкий противень тоже наш готов. Всё такое аппетитное, такое вкусное. Кому понравился этот рецепт, подписывайтесь, ставьте лайки. Пеките обязательно. Делайте такое тесто. Такие ватрушки очень вкусные. Всем я вам желаю приятного аппетита. Всего самого-самого доброго. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok